Председатель парламентской ассамблеи ПАСЭ приступил к встречам в Баку Американцы нашли дневник Усамы Бен Ладена Землетрясения в Испании есть погибшие Евросоюз обсудит будущее Шенгена Сегодня в Германии определятся последние финалисты Евровидения 2011 А теперь более подробно об этих и других событиях Вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня Обстреляв с позиций для села Моссескех Бердского района Армении Позиции азербайджанских войск в селе Ахдамтовского района Кроме того, армянская армия с безымянных высот Красносельского района Армении Подвергла обстрелу позиции национальной армии Расположенной на безымянных высотах Гедобейского района Ответным огнем обстрел был подавлен Информацию распространила Минобороны Сегодня на линии соприкосновения огня за ходом прошел мониторинг За его ходом следили спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ И его полевые помощники Мониторинг завершился без инцидентов Между тем, ранее представители ОБСЕ побывали в исполнительной власти Физулинского района в Городизе Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспрышек И его полевые помощники были подробно проинформированы о том Что армянская сторона регулярно подвергает обстрелу позиции национальной армии Азербайджана Между парламентской ассамблеей ОБСЕ и Азербайджаном существуют очень плодотворные отношения Об этом заявил председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Петрис Эфтимю На встрече с вице-спикером Мели Меджлиса Пахар Мурадовой Эфтимю сказал, что парламентская ассамблея поощряет развитие отношений между Азербайджаном и ОБСЕ В том числе и на межпарламентском уровне Между нами имеются плодотворные связи Целью моего визита является активизация этих отношений Конец цитаты Гость также подчеркнул активность азербайджанской парламентской делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с Бахар Мурадовой Убоку с визитом также находится глава таможенной службы Македонии Вану Карков В рамках своего визита гость встретился со своим азербайджанским коллегой Аденом Алиевым В ходе переговоров была отмечена важность расширения сотрудничества двух стран А в будущем запланировано проводить взаимный обмен опытом в этой сфере Мы планируем проведение взаимного обмена опытом между таможенными органами Азербайджана и Македонии И подписание соглашения относительно экспертизы таможенных документов Я думаю, что мы придем к взаимному согласию по этому вопросу Очередное заседание Мили Меджлиса пройдет 17 мая В повестку заседания включено обсуждение межправительственных соглашений Подписанных между азербайджанским правительством и несколькими государствами Также будут внесены поправки о законах о выезде из страны О въезде в страну и паспортах, об исполнительных чиновниках О банках, об ипотеке, об исполнительном выполнении, о покупке земель для государственных нужд О государственной службе, о трудовых пенсиях Также будут внесены поправки в семейный, имущественный, уголовно-процессуальный, трудовой и налоговый кодексы Кроме этого, в первом чтении будет обсужден новый законопроект В закон о социальной службе В Минске 19 мая состоится заседание Совета главправительств Содружества независимых государств Заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на уровне премьер-министров Межгосударственный совет Евразес является высшим органом таможенного союза Беларуси, России и Казахстана На уровне главправительств последнее заседание Межгоссовета Евразес проводилось в марте этого года В настоящее время Беларусь ведет интенсивные переговоры с антикризисным фондом Евразес О предоставлении кредита на сумму до 2 миллиардов долларов Выделение которых позволит поддержать золотовалютные резервы страны, которые за 4 месяца сократились на 25% Из-за массовых беспорядков в ряде стран Северной Африки на европейский континент мигрировали 25 тысяч человек Сегодня в Брюсселе начинается совещание на уровне министра внутренних дел стран Евросоюза По спорному вопросу о реформе Шенгенского соглашения Сегодня Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел рассмотрит уточнение правил Шенгена Будет обсуждаться возможность восстановления пограничного контроля между странами Шенгенского соглашения К таким мерам страны Евросоюза подталкивают наплыв иммигрантов В особенности из бунтующей Северной Африки С инициативой вести строгий пограничный контроль со своими соседями из Евросоюза Выступила датская народная партия и ее лидер Пиар Керксегорт Эта партия настроена решительно против иммигрантов Новые пограничные таможенные меры будут запущены через 2 или 3 недели Особое внимание будет уделяться пограничным постам на сухопутной границе с Германией И на въездном пункте моста Эрисуд, который связывает Данию и Швецию Франция и Италия также выступают за временное возобновление пограничного контроля Главная причина – наплыв нелегальных мигрантов Еще более решительно настроена Дания, которая уже объявила о восстановлении пограничных и таможенных постов На границе с Германией и Швецией Напомним, из-за массовых беспорядков, продолжающихся в ряде стран Северной Африки На европейский континент нелегально мигрировали уже 25 тысяч человек Личный дневник главаря Аль-Каида Усама Бен Ладена нашли американские военнослужащие В ходе спецоперации по уничтожению Об этом сообщили журналистам представителей американской администрации По их словам, в дневнике содержатся записи Усама Бен Ладена о его планах И сведения о проведении акции, что делает находку бесценным источником для разведданных Помимо дневника, военнослужащие Соединенных Штатов Америки В ходе спецоперации, проведенной 2 мая в пакистанском городе Аббат-Абат Захватили компьютеры, жесткие диски, флеш-карты, сотовые телефоны, бумаги, компакт-диски, видео и прочие материалы В настоящее время все это анализируется в лабораториях ФБР США На базе Каунтико в штате Вирджиния под Вашингтоном Напомним, ранее журналистам показали отдельные видеозаписи из домашнего архива Бен Ладена Также изъятые в ходе операции Тысячи людей в Испании опасаются повторения подземных толчков и проводят ночь под открытым небом После случившегося в Испании землетрясения власти подтвердили смерть 10 своих граждан Среди которых есть 3 женщины и 14-летний мальчик Самые сильные землетрясения достигали 5,1 или 5,2 баллов по шкале Рихтера До 3000 человек провели эту ночь на улице, опасаясь разрушения новых зданий и повторения толчков Власти города позаботились о дополнительных поставках воды, продовольствии и одеял из близлежащих городов Площадь, которая обычно используется для местной ярмарки, была подготовлена, чтобы люди могли оставаться там на ночь Мощное землетрясение практически полностью разрушило старинный город Лорка Сразу два подземных толчка, самых сильных за последние полвека, не оставили в нем ни одного целого здания Под обломками обнаружено 10 погибших Количество пострадавших пока не подается учету Люди опасаются возвращаться в свои дома и бегут из города Развернуты палаточные лагеря Сведения о погибших и тяжело раненых обновляются каждый час Полиция и спасатели ведут разбор завалов, чтобы найти выживших на помощь Уже прибыли около 200 военнослужащих из столицы Некоторые улицы полностью засыпаны обломками Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, находился на глубине всего 1 километр В результате землетрясения с колокольни местного храма упал огромный колокол Затем рухнула и сама башня Опасаясь дальнейших разрушений, из Лорки срочно эвакуировали 10 тысяч человек Государственное телевидение Ливии распространило кадры встречи ливийского лидера Маамара Каддафи с шейхами местных племен Полковник поздоровался и лично поприветствовал каждого из них Каддафи появился на публике впервые после гибели своего младшего сына, 29-летнего сейфа Аляраба и трех внуков А также нескольких друзей в результате удара НАТО по дому сейфа 1 мая Ранее говорилось о том, что полковник отсутствует на публике именно из-за траура по сыну и внукам А в западных СМИ утверждалось, что он погиб или тяжело ранен Ливийское телевидение минувшим вечером показало видеозапись встречи вождей местных племен с Маамаром Каддафи Который не появлялся на публике с момента гибели в начале мая его сына и трех внуков Кадры этой встречи показал в своем эфире телеканал Sky News По данным которого встреча происходила в одном из отелей Триполи Как пояснили ранее ливийские официальные лица, полковник Каддафи долго не появлялся на публике из-за траура по погибшему сыну и внукам Дата, когда была сделана съемка встречи вождей племен с Каддафи не может быть с точностью установлена В связи с этим британский телеканал не исключает, что речь идет о давних видеокадрах Маамар Каддафи не появлялся на публике после того, как в ночь с 30 апреля на 1 мая в результате воздушного удара НАТО в Триполи погибли его младший сын Сейф Аль-Араб и трое маленьких внуков Удар был нанесен по дому, в котором жил Сейф Аль-Араб Западные СМИ в связи с этим задались вопросом, ожив ли сам Каддафи В частности, итальянская газета Ла Стампа посчитала подозрительным то, что Каддафи не присутствовал на похоронах сына и внуков, погибших в результате той бомбардировки В районе аварийной японской АЭС Фокусима-1 специалисты обнаружили новую утечку высокорадиоактивных веществ в море Вблизи станции концентрация радиоактивного цезия 134 в морской воде в 32 тысячи раз превысила допустимую норму, а цезия 137 в 22 тысячи раз Инженеры установили, что утечка радиоактивной воды происходила через трубопровод, расположенный вблизи третьего реактора, а затем вытекала в море К аварии на атомной электростанции Фокусима привело сильное землетрясение и цунами, произошедшее в Японии 11 марта Несколько реакторов электростанции вышли из строя Возникла утечка радиации в атмосферу и воду Люди, проживающие в опасной близости от АЭС, эвакуированы Из-за высокого уровня радиации обстановка на АЭС остается сложной и до конца неясной Сильный снегопад обрушился на восточное побережье Австралии Основной удар стихии пришелся на территорию самого густонаселенного штата страны Новый Южный Уэльс Из-за снежных назаносов департамент транспорта принял решение о закрытии части шоссе, соединяющего населенные пункты между Литгол и Баттерстом Местным жителям рекомендовано воздержаться от незапланированных поездок Последние финалисты Евровидения 2011 Определяться в Германии по итогам второго полуфинала За которым вы сможете следить на первом канале, во втором полуфинале выступят конкурсы из 19 стран Участниц, среди которых представители Боснии, Герцеговины, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Словакии, Украины, Молдовы, Швеции, Кипра, Болгария, Македония, Израиля, Словения, Румыния, Эстония, Беларусь, Латвия, Дания и Ирландия Примерно через два часа после начала второго полуфинала будут объявлены его результаты И сразу после этого будет проведена жеребьевка финалистов из второго полуфинала По итогам голосования телезрителей решение профессионального жюри из них будет отобрано последняя десятка исполнителей Прошедших финал Евровидения 2011, который состоится в Дюссельдорфе в ночь на воскресенье Конечно же всех нас интересует судьба наших финалистов Эльдар Гасемов и Нигер Джамал Сейчас у нас на прямой связи с немецким Дюссельдорфом спецкор первого канала Лейла Гулиева Добрый день, Лейла Добрый день, Тамила Как вы уже отметили, сегодня состоится второй финал 56-го конкурса Евровидения И к счастью, с первого полуфинала мы, конечно, финал прошли, чему очень обрадовалась вся азербайджанская делегация Также все те, кто заболели за Азербайджан и все мировые азербайджанцы А сегодня состоится второй полуфинал, который также будет транслироваться в эфире общественного телевидения А то, что касается наших финалистов Эльдара и Нигер Вчера они принимали участие на русской вечеринке вместе с Алексеем Воробьевым Они опять же исполнили свою песню Running Scared И могу отметить, что они также пребывают в хорошем настроении У них очень большие надежды на финал И все мы верим, что по исходу событий азербайджан может занять самое, даже первое место Так что не исключен тот факт, что в следующем году конкурс Евровидения будет проводиться в стране огней Лила, а кто же фавориты второго полуфинала? Здесь уже прогнозы очень противоречивы, потому что по исходам первого полуфинала Уже очень, даже можно сказать, невозможно что-то говорить Потому что фавориты, которые были в первом полуфинале, в финал не прошли И поэтому сейчас что-то говорить по поводу фаворита второго полуфинала буквально невозможно Конечно же, как же чувствуют себя наши участники, наш дуэт? Что же они думают? Каким будет их выступление в воскресенье? Ведь они уже увидели результаты выступлений полуфиналистов первого полуфинала Да, конечно, могу сказать, что после первого полуфинала Эльдар и Нигер были прямо вне себя от радости Но также они очень сожалели по поводу того, что турецкие исполнители не смогли пройти финал И поэтому наша радость Да, и вот мы очень жалеем И, наверное, буквально на днях мы будем в эфире турецкого телевидения Мы должны поговорить с нашими турецкими коллегами И выразить им то, что мы, даже если они не прошли финал Мы должны достойно представить весь тюркский мир А встреча, которая состоится у вас на турецком канале, пожалуйста, расскажите нам в следующий раз Было бы очень интересно И спасибо большое, Лейла Еще раз удачи, удачи, удачи нашим участникам Спасибо, Тамила Напомним, у нас на прямой связи с Дюссельдорфом была спецкор первого канала Лейла Гулиева Показом фильма Вуди Аллена «Полночь Парижа» открылся 64-й международный каннский кинофестиваль, проходящий ежегодно во Франции 75-летний американский режиссер очаровал публику фестиваля картиной, в которой герой Эуэна Уилсона путешествует назад во времени и встречает таких деятелей искусства, как Эрнес Хемингуэй и Пабло Пикассо На церемонии открытия фестиваля присутствовали звезды Голливуда Роберт Дениро, Ума Турман, Сальма Хайки, Антонио Бандерес Дениро, к слову, в этом году будет председательствовать жюри Для меня посмотреть 20 фильмов за такой промежуток времени необычно Это своего рода каникулы, так как я могу сосредоточиться на просмотре кино и не обращать внимания на те вещи, которые отвлекают меня в повседневной жизни, сказал господин Дениро Карла Бруни, первая леди Франции, сыгравшая эпизодическую роль гида в трех сценах фильма Аллена, также должна была появиться на открытии фестиваля Но отменила свой визит по личным причинам Тем самым супруга президента Франции подогрела слухи о своей беременности Основным фаворитом в борьбе за главный пресс фестиваля считается картина полночь Это были все новости к этому часу До встречи в эфире 17-часового выпуска Джорчина